Я прошу прощения. Итак, на сегодняшний день, уважаемые коллеги, дискуссия о том, нужна ли или не нужна биопсия сигнальных лимфоузлов, она возникает в наших стенах достаточно часто, когда мы встречаемся. Но если сказать о публикациях, которые на сегодняшний день представлены в ПАДМИДе, то эта тема крайне дискутабельна. Она обсуждается, и публикаций огромное количество, но скорее эти публикации носят характер информации о том, как делать, как интерпретировать эти данные, а вопрос о том, нужно ли или не нужно делать эту процедуру, на сегодняшний день не стоит. Я с большим удовольствием должен сказать, что в нашей стране, наверное, первая значимая работа о биопсии сигнальных лимфатических узлах была опубликована в 2002 году в журнале «Вопросы онкологии» и соавторами были профессор Семиглазов и профессор Канаев, которые, в принципе, уже фактически 15 лет назад обосновали эту процедуру, и на сегодняшний день обсуждать, нужно ли ее делать, наверное, не столь важно. Метод с 2005 года является стандартом, который был представлен на конференции АСКО, и на сегодняшний день работа, которая впервые была опубликована еще в далеком 99-м году, полностью продемонстрировавшая отсутствие показателей общей безрецидивной выживаемости у больных, подвержившихся биопсии сигнальных лимфоузлов, и у больных, подвержившихся акселярной лимфодисекцией, не вызывает уже никаких вопросов. И вопрос о том, нужно или не нужно делать биопсию сигнальных лимфоузлов, он не стоит. На сегодняшний день это золотой стандарт хирургического лечения больных ранними формами рака молочной железы, у которых нет клинически выявленных признаков метастатического поражения. И методов, которые это могут нам с вами помочь сделать, визуализировать большое количество. Александр Валерьевич показал уже похожий слайд с теми методами, которые существуют, с магнетическими частицами, которые мы не имеем на сегодняшний день, у нас нет опыта применения, с околоинфракрасным излучением, так называемой технологией ICG, которая на сегодняшний день постепенно начинает в нашей стране появляться. В нашем учреждении есть некоторый опыт применения данной технологии. Насколько я знаю, в РОНЦе идет эта работа, и надеюсь, в ближайшее время будут представлены результаты по визуализации с помощью ICG-красителя. Обычный краситель, опять-таки, нам недоступен на сегодняшний день, и обсуждать, наверное, не имеет смысла. В нашем учреждении мы применяем радиозатопный метод и считаем его вполне достаточным с теми цифрами чувствительности и специфичности, которые, в принципе, позволяют выполнять нам уже это в рутинной практике. Биопсия сигнальных лимфоузлов выполнима в очень широком спектре диапазона, в различных клинических условиях. Она выполняется при мулецентричном раке. На сегодняшний день биопсия сигнальных лимфатических узлов применяется у пациентов, которые подвергаются неодевантной терапии. Вот исследование, наверное, самое известное, Z1071, которое демонстрирует результаты проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов у больных, подвергшихся неодевантной терапии, изначально имеющих достаточно распространенные формы рака молочной железы. Исследование это представлено, оно представлено еще в 2013 году, и с большой гордостью должен сказать, что в нашем учреждении также идет похожая клиническая работа, когда у пациентов с местно распространенной формой рака молочной железы мы проводим биопсию сигнальных лимфатических узлов, соответственно, после проведения неодевантной терапии. Те результаты, которые мы получаем, они достаточно неплохие, они нас, в принципе, убеждают в том, что эта процедура может быть применяться, но на сегодняшний день это, конечно же, клиническое исследование, которое мы пока не рекомендуем для рутинной практики. Тем не менее, исследование Z1011 однозначно показало, что у больных, подвергшись неодевантной терапии, есть группа пациентов, которая биопсия сигнальных лимфатических узлов может быть предпринена. Биопсия сигнальных лимфатических узлов может быть примена после предшествия ампутации молочной железы. Биопсия сигнальных лимфатических узлов может быть применена после предшествующей хирургии, по поводу эстетической хирургии молочной железы. Женщины эту операцию проводят достаточно часто, все чаще и чаще, и это не является противопоказанием для процедуры, которую мы сегодня обсуждаем. Биопсия сигнальных лимфатических узлов может применяться на фоне беременности. К сожалению, рак и беременность – ситуация крайне трагичная, но мы с ней так или иначе сталкиваемся, и на сегодняшний день беременность не является противопоказанием. По крайней мере, опыт у наших коллег по этому поводу существует. Биопсия сигнальных лимфатических узлов может применяться при раке молочной железы у мужчин. Это также не является противопоказанием в данной ситуации. Поэтому, говоря об этой процедуре, о биопсии сигнальных лимфатических узлов, можно, в принципе, сказать, что она освоена, достаточно хорошо знакома нашим коллегам, и мы, конечно же, являемся, наверное, теми, кто ее пропагандирует. Более того, мы абсолютно уверены, что если мы говорим об эре-биопсии сигнальных лимфатических узлов, то удаление непораженных акселярных лимфоузлов на сегодняшний день – это скорее хирургическая неудача. Если вы сделали лимфодисекцию и получили Н0, то, мне кажется, это должно, по крайней мере, вызывать вопрос о том, а зачем была эта процедура сделана как таковая. Остается, всем не менее, два важных вопроса, если уж мы обсуждаем современный вид или современные видения биопсии сигнальных лимфатических узлов. Первый вопрос, который нужно ставить перед собой – что делать, если сигнальный лимфатический узел с микрометастазом? Что делать, если ваши патоморфологи настолько хороши и настолько качественно дают заключение, что вы получаете от них ответ, что виден микрометастаз в сигнальном лимфоузле меньше 2 мм? Опять-таки, большое количество работ по этому поводу проводилось. Самое известное из них проходило в течение 10 лет, где было рандомизировано порядка 1000 человек. Результаты были опубликованы в журнале Lancet, где пациенты делились на две группы. У них выполнялась биопсия сигнальных лимфатических узлов. В одной группе выполнялась полная акселярная лимфодисекция, в другой группе не делалось ничего. И в результате этой работы было доказано, в принципе, что у пациентов с клинической категорией 0, которые подвергаются биопсии сигнальных лимфатических узлов, безрецидивная выживаемость, общая выживаемость, ни коей мере не отличается. Будете вы им делать в последующем акселярную лимфодисекцию после выявления микрометастаза или ограничитесь этим объемом хирургического вмешательства? В этом же исследовании дополнительной целью было выявление так называемых оккультных метаметастазов в сигнальных лимфатических узлах. И было доказано, что в принципе, если мы говорим об оккультных микрометастазах или метаметастазах, то также последующая акселярная лимфодисекция не дает значимых увеличений или значимых различий в безрецидивной и в общей выживаемости. При микроскопическом поражении сигнального лимфоузла акселярная лимфодисекция может не выполняться на сегодняшний день. В принципе, это правило, которое мы также подтверждаем. Что же делать, если сигнальный лимфоузел с макрометастазом? Стандартный ответ гистолога, получен метастаз, и он больше 2 мм, и что же делать? Но в данной ситуации, опять-таки, существует рандомизированное исследование, самое известное исследование, это Z0011, когда были выявлены метастазы у больных после биопсии сигнальных лимфатических узлов, таковых метастазов было 1-2, и пациенты, опять-таки, делились на две группы. Одной группе выполнялось наблюдение, второй выполнялась акселярная лимфодисекция. Результаты продемонстрированы на данном слайде, и на сегодняшний день, опять-таки, не было выявлено никаких различий в показателе общей бежадецидивной выживаемости. Ещё в 2012 году Моника Мороу вместе с Джулианой, наверное, на сегодняшний день одни из самых известных онкологов, занимающихся проблемами лечения рака молочной железы, говорят о том, что даже самые жёсткие критикам приходится признавать, что полученные результаты являются превосходными. Таким образом, сама биопсия сигнальных лимфатических узлов на сегодняшний день – это не только вопрос постановки диагноза Н0, но это вопрос постановки метастатического поражения региональных лимфатических узлов, если это поражение клинически не было выявлено как таковое. Ну, если поговорить о том, что же, в принципе, нас ждёт в будущем и какие возможны перспективы, то следующим вопросом является вопрос, а всегда ли нужно делать биопсию сигнальных лимфатических узлов? Может быть, эта процедура на сегодняшний день, которая фактически является диагностической процедурой, не столь нужна нам для постановки диагноза? Может быть, если мы клинически поставим диагноз Н0, проведём ультразвуковое исследование, проведём компьютерную томографию, будем уверены в отсутствии поражения инструментальных признаков поражения региональных лимфатических узлов, может быть, и биопсию сигнальных лимфатических узлов при категории Н0 делать не нужно? Обоснования, конечно же, есть. В 1984 году была опубликована такая работа, в которой одним из постулатов было, что метастазы в лимфоузлах являются лишь индикаторами выживаемости, но удаление на выживаемость не влияет как таковую. Опять-таки, существует рандомизированное исследование, которое сравнивает выполнение акселярной лимфодисекции и отсутствие акселярной лимфодисекции. В принципе, при подборе соответствующих пациентов, наверное, можно говорить, что есть группа больных, показатели общей безрецидивной выживаемости, которые не будут отличаться при категории, клинической категории Н0. Но вся проблема в том, что та информация, которую на сегодняшний день дают нам те или иные исследовательские процедуры, она не имеет стопроцентной чувствительности и стопроцентной специфичности. В нашем арсенале нет ни одного метода инструментальной диагностики, который бы однозначно соответствовал гистологическому исследованию, ответу патоморфологов после проведения той или иной инцизионной биопсии, но в частности биопсии сигнальных лимфатических узлов. Да, существуют те или иные методы исследования. Есть ультразвуковые методы, которые неплохо нам дают информацию. Есть ультразвук, подтвержденный цитологическим исследованием лимфатического узла. Есть МРТ, молочная железа, есть мамолимфосцентеография. Но на сегодняшний день ни один из перечисленных методов не является стопроцентным. Более того, на сегодняшний день нет такой процедуры, которая позволила, даже совместив некоторые методы, в частности, в нашем институте проводилась работа, когда мы совмещали УЗИ и сцентиографию. Мы все равно не получали стопроцентную чувствительность и стопроцентную специфичность для абсолютно точной диагностики статуса региональных лимфатических узлов. Наши коллеги проводили работы по изучению ультразвука вместе с тонкоигольной биопсией. И также никаких результатов по этому поводу получено не было. Я прошу прощения, но программа совершенно не хочет сегодня почему-то работать. Таким образом, мы можем сказать, что вмешательство по биопсии сигнальных лимфатических узлов в сравнении с отсутствием вмешательства, наверное, существует как таковая. Но говорить о том, что это стандартная клиническая практика, абсолютно не представляется возможным. Самое известное исследование, которое на сегодняшний день существует и в которое продолжается набор, это исследование с САУНД. Пациенты, которые подвергаются биопсии сигнальных лимфатических узлов и не подвергаются никакому вмешательству. Это исследование на январь этого года набрало уже более тысячи пациентов. И, наверное, результаты, которые будут опубликованы, будут иметь какое-то значение. На сегодняшний день у нас есть достаточно большой промежуток времени, когда эта точка зрения может обсуждаться только с точки зрения клинического исследования, но ни в коем случае не клинической практики. Опять-таки, возможно, что на тактику лечения будет влиять не статус лимфатических узлов, как таковой, если мы инструментально подтвердим МНОЛ, а скорее будет влиять биологический подтип, который на сегодняшний день определяет прогноз заболевания и прогноз жизни пациентки, которую мы с вами лечим. Но, говоря о будущем, говоря о том, что биологический подтип вероятно когда-то определит возможную хирургическую тактику лечения, нельзя забывать, что гистологическое стадирование на сегодняшний день является методом обязательным к исполнению. И с нашей точки зрения можно сказать, что нашим пациентам, возможно, больше науки нужно, нежели хирургии, которые мы часто предлагаем в слишком большом объеме. Спасибо большое. Спасибо большое, Пётр Владимирович. Пожалуйста, вопросы. Владимир Владимирович, пожалуйста. Большое спасибо, Пётр Владимирович. Я думаю, что Вы сделали великолепное сообщение. Могли бы мы услышать что-либо новое от того лектора, который не приехал. Честно говоря, я сомневаюсь. У меня следующий вопрос, Пётр Владимирович. Вот всё-таки биопсия сигнального лимфатического узла предполагает ложно-отрицательные результаты. И от этого никуда не денешься. И этот процент где-то колеблется в пределах 5-6%. Скажите, вот в связи с этим правомощно ли Ваше высказывание, что мы должны стремиться к стопроцентной специфичности и чувствительности метода, который, мне кажется, в медицине это вообще, в принципе, нигде невозможно. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Он действительно очень важный. И вопрос, нужно ли нам стремиться к стопроцентной специфичности и чувствительности. Да, с моей точки зрения, стремиться к этому нужно. Но я прекрасно понимаю, что, наверное, мы никогда с Вами этого не достигнем. Стопроцентной чувствительности ни в одном методе, в том числе и в биопсии сигнальных лимфатических узлов. И говоря о судьбе конкретной пациентки, мы, конечно же, надо отдать себе отчет, не всегда можем правильно интерпретировать полученные данные. Они имеют всегда ошибку. Но если мы говорим о методике как таковой, методике, которая применяется в регионе, в учреждении, в стране, то я считаю, что когда мы говорим о методике как таковой, мы должны апеллировать именно вот этими цифрами. Елена Михайловна Слонимская. Петр Владимирович, огромное спасибо Вам за блестящее сообщение. Но у меня все-таки два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот биопсию сторожевых лимфоузлов мы все-таки соотносим в основном в концепции выполнения органосохраняющих операций. А как бы Вы просмотрели этот вопрос и доложили бы сегодня в концепции выполнения радикальной мастектомии как таковой, потому что есть стандарты, и как бы Вы это привязали к выполнению стандартов на сегодняшний день? Мы считаем, что хирургия на подмышечной области или хирургия на регионарных лимфатических узлах в принципе не имеет никакого отношения к хирургии на молочной железе. Но это может быть очень резкая высказа, но тем не менее это так. Выполнение мастектомии, хорошо нам с Вами знакомы, по этим адам, это действительно в наших головах одна процедура. Но на самом деле мы выполняем с Вами два хирургических вмешательства. Одно из них на молочной железе и второе на зонах лимфооттока. Поэтому удаление ткани молочной железы ни в коей мере не обязывает хирургу к акселярной лимфодисекции. Более того, мультицентричные, мультифокальные формы, которые требуют часто удаления ткани молочной железы, совершенно не обязательно должны сопровождаться акселярной лимфодисекцией. Означает ли это, что выполняя или планируя мастектомию, мы должны начинать с определения сторожевых лимфоузлов для того, чтобы сказать, нужно ли расширить объем операции? Да, именно так мы и делаем. Мы начинаем с биопсии сигнальных лимфоузлов. В любом варианте, несмотря на то, как мы накопаем... В любом варианте, если пациент является кандидатом на биопсию сигнальных лимфоузлов. Если мы клинически поставили категорию 0, то это начинается с биопсии сигнальных лимфоузлов. Ну, у нас еще будет несколько сессий оценки биопсии сигнальных лимфоузлов с позиции радиолога, с позиции хирургов и так далее. То есть будет обсуждение. Но, в общем, как бы ясно, что на сегодняшний день в стандартах лечения любой страны, в том числе Европейский Союз, Америка и Россия, биопсия сигнальных лимфоузлов при выполнении органов сохраняющих операций естественный подход. Потому что, если мы сократили объем операции на молочной железе, то нелогично действовать как холстет, удалять все подмышечные зоны, чтобы потом был отек. Тем более, что даже при наличии двух метастазов, если проводится лучевая терапия, химиотерапия, никак вот это не сказывается на отдаленных результатах. Поэтому я думаю, что Пётр Владимирович четко изложил как бы принципы, которые будут еще долгое время. Потом постепенно, может быть, и будет пересмотр и отказ вообще от оксидиарной диссекции, как при карциноменциту. Спасибо большое. Спасибо всем.